Центр Каспийска, улица Ленина, многоквартирный дом номер 33. Прямо на газоне, впритык к елям и туям, за одну ночь возник фундамент. Жильцы забеспокоились и обратились в мэрию. Вердикт чиновников – строение незаконно. В ходе мероприятий, проведенных отделом муниципального контроля, был выявлен факт незаконного самовольного строения на данном земельном участке. Разрешительная документация на данное строение у владельца этого земельного участка отсутствует. По нашей информации, данное строение было возведено в течение вечерних суток, можно сказать. На данной территории возводить подобные объекты запрещено, поскольку эта зона является зоной зеленых насаждений, спарковая зона. Суд его обяжет снести данное строение своими силами, собственными средствами. В случае добровольного неисполнения решения суда, ответчику грозит административная ответственность, вплоть до уголовной. Каспийчане, ежедневно проходящие мимо высотки, желали бы видеть здесь не очередной коммерческий объект, а усаженную цветами аллею. После праздника, вчера, первый день в школу, мы вчера идем с внуком, мы видим вот здесь, он спрашивает, баба, а что здесь строят? Я говорю, я откуда знаю, я не знаю. До 31 декабря здесь ничего не было, а сейчас, действительно, я не знаю. Лучше было бы, чтобы была зеленая зона, цветочки росли, розочки, все было бы прекрасно. Пока мэрия подавала иск в суд, объявился и представитель владельца участка. По его словам, на землю имеются все необходимые документы, чтобы успешно завершить строительство объекта. Не исключено, что это будет новая кофейня. С 2006 года я являюсь собственником этого участка. 15 лет, получается, по 2016 года, по 21 год платим налоги за этот участок. Каждый год. Тогда всего этого не было, здесь все так не было застроено. И столько лет не было, да, такой возможности построить какие-то свои дела, понимаешь, у человека, да, хозяина. И сейчас решили строить, и очень проблемы образовались такие. Предыдущий хозяин данной квартиры, который является рядом, от него согласие есть нотариальное, то, что он никакого возражения не имеет на постройку. Тут появились новые хозяева, получается. Они сделали коммерческую пристройку, да, и они возмущаются. Жильцы возмущаются то, что, ну, к чему там, да, там ни одно дерево не тронуто не было, ничего не всрублено, не вырублено, ничего не было. Все деревья как стоят, так и стоят. Так же в дальнейшем, так же еще будет благоустроено, да. Это будет легкая металлическая конструкция стеклянная, да, это не будет там какое-то злачное заведение, какое-то, да, типа, вроде сигаретов там, продажи, что-то типа этого рода. Просто, может, какая-то коктейльная, кофейня, что-то типа этого рода, да, для отдыха, для людей. На сегодня в Каспийском городском суде, по информации мэрии города, находится порядка 30 аналогичных дел. По некоторым из них уже принято решение о сносе. Что же будет с данным участком, пока не ясно. Во всяком случае, собственник земли тоже намерен отстаивать свои, по его словам, вполне законные права. Ларьяна Шемхалаева, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Каспийск.